Щучксофт снова здесь, поехали, продолжаем наши баталии в игровой индустрии, пытаемся как-то прорваться и нужно нанять, видимо, еще одного человека нам. Давайте сделаем снова... Нет, шоурил, теперь нам нужен дизайнер очень хороший, мы возьмем его на 510 тысяч, разыщем. Нет, нельзя так. На 420 тысяч, ибо жалко мне, я жадный. Да нет, конечно же нет. Генерация игрового отчета, начнем с этого. Так, MBOX, 5 миллионов мы заработали, Англия 2208, давайте проанализируем Англию 2208, 2208 Англии, поехали. Так, сделаем большой стенд, это, конечно, хорошо, предложение расшифровать. Это очень специальное предложение, недавно нашим агентам удалось получить доступ к некоторым DRM-систем безопасности одного из наших конкурентов. Если вы хотите начать саботаж, то переведите 111 тысяч на ваш счет, и мы начнем. Это, конечно, хорошо, но лучше отклонитесь, что-то, мне кажется, лучше не портить репутацию свою. Так, дизайн, нам нужен отличный дизайнер, просто потрясающий дизайнер. Ой, Эрик Уайт. Вот Эрик Уайта мы и наймем. Отлично, парень. Три парня и красавица-девушка, белокурая цыпа. Так, ну что, создаешь отчет? Красавчик, 12 миллионов у нас есть. 12 миллионов в кармане. Следующие результаты. Истории и квесты... Истории и квесты не очень важны для этой игры. Ну, давайте сделаем, наверное... Так, сегодня Вони объявила преемник успешной PlayStation 2. Новая консоль называется PlayStation 3, что предсказуемо и поставляется с впечатляющей аппаратной конфигурацией, что делает ее самой мощной игровой консоли в истории. Консоль также считается Blu-ray-плеером. Вони надеется, что он станет преемником формата DVD. Вся эта мощь идет со здоровенным ценником и также вносит PlayStation 3 в список самых дорогих когда-либо консолей. Посмотрим, как потребители будут реагировать на это с учетом более дешевых альтернатив. Однако, учитывая массовый успех PlayStation 2, у Вони есть шансы. Консоль ожидается в ближайшем месяце. Прекрасно. Так, создадим новую игру. Давайте попробуем среднюю игрушку. Тематику выберем. Альтернативная история. Выбрать жанр стратегия. Выбрать жанр стратегии. RPG пускай будет. Выбрать платформу M-Box. Почему бы и нет? Игровой движок. Выкуси Энжин. Так будет называться она. Ох, как она будет называться. Ford Bravard пускай будет. Как-то так, не знаю, наугад какие-то названия беру. Средняя для всех, видимо, да? Стратегия RPG. Ну да, почему бы и нет? Поехали. Средняя следующая. 3D графика версия 2. Все правильно. Мы прокачиваем сейчас 3D графику. А 3D графика была очень в моде. Щучка софт Ford Bravard. Щучка софт. Сколько людей придет на нашу выставку? Давайте. Игровая выставка G3. Хотя, может, 500 тысяч. Пожалуйста. Нет, 468. Ну, нормально. В топ мы не попали, к сожалению. Потому что у нас не было проекта готового. Так. Улучшенные кат-сцены. Видеоролики. Базовый физик. Сохранение в облаке. У-у-у. Поддержка модов. Обалдеть. Итак. История квеста. Делаешь ты, Эрик Уайт. Хуанита. Ты делаешь... Ты пока ничего не делаешь. Но мы сделаем все возможное, чтобы у нас было все четко. Поехали. Ажиотаж есть. Прекрасненько. Ажиотаж очень хороший на эту игру. Альтернативная история стратегия Fort Bravard. Привет. Это Том Мот из центра. Я получил известие, что Чучка Софт работает над новой игрой. Вы готовы поделиться информацией о вашем текущем игровом проекте и дать интервью по этому поводу? Согласитесь, конечно. Многим нашим читателям любопытно узнать, как принимаются решения в создании видеоигр и то, как в компании определяют приоритеты развития в данной области. Ваша новая игра – это проект в жанре, стиле и альтернативной истории стратегии RPG. Вы можете сказать нам, есть ли такие игры, которые обычно концентрируют больше внимания на геймплей или больше на графика? Но мы больше на геймплее работаем, потому что это золотая жилка. Спасибо за уделенное время. Да не за что. Так, это в порядке все у нас, товарищи. Да, мы в недавнем интервью с Чучка Софт мы обсудили предстоящие альтернативные истории стратегии RPG-игр и спросили основателя компании, дядька, о различных областях развития и какие из них являются приоритетными. Внутри дядька сказал, что геймплей имеет особое значение для такой игры. И похоже, что другие профессионалы индустрии согласны с этим. Каждый разрабатываемый игропроект имеет ограниченные ресурсы, поэтому очень важно использовать их наиболее эффективно. Правильно. Так, 11 миллионов у нас пока есть. Смотрим теперь дальше. Мини-игры. Отлично. Так. И реквайд дизайн уровня будет делать. Дядька будет заниматься. Нет, вот эта вот девушка будет у нас заниматься технологиями. Так, соточка есть. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Так, мигбраш что-то у нас совсем загрузился. Мы сделаем вот так. Так, прекрасненько. Сотка есть. Здесь что у нас? Искусственный интеллект. Мгм, дизайн уровней. Ну, так, ничего. Вот так. Диалоги. Так, отлично. Все, баланс достигнут. Поехали. Ну, теперь мы три мужика соображаем на троих. И девушка нам готовит. Закусь. Так. Отличненько. Смотрим, какие достижения будут у нас далее. Ажиотаж хорош. Очень хороший ажиотаж. Стереозвук. Так, вот теперь дядька у нас немножечко прифигел тут слегка. Так, графикой будет заниматься у нас Эрик Уайт. Дизайн мира должен заниматься кто? Дизайном должен заниматься, видимо, дядька пускай. Хотя, дядька и так уже там в полной заднице. Так, мигбраш будет делать у нас звук. Красавчик. Вот, делай звук. Так, 103, 102. Баланс. Нужно достигнуть баланса определенного. Ну, вот так нормально будет. Окей, поехали. Так, готово. Форд Бровард. Должен просто разорвать рынки. Я надеюсь. У меня никогда не было оценок выше 10. Я не знаю, миф это байка или что, но выше 10 я никогда не видел. Хотя, некоторые пишут в комментариях, что есть 11. Но я не знаю, над какую игру сделать, чтобы было 11. Похоже, рынок снова наризализовался. Явных фаворитов не наблюдается. Да ладно уж. Не наблюдается, так не наблюдается. Давайте добиваем. Ну, на технологию поднажмем немножко, ребят. Чуть-чуть хотя бы. Давайте немножко добьем. Вот, отлично. Давай-давай, дядька. Дядька самый умный. Он сидит технологично добивает. Ого, соточку сделали. Ни черта себе, сказал я себе. Все, 178. Отлично. Некоторые называют странным. Мей высокомерных представителей вонь, оскорблявших микроновцев. С их успешным имбокс 360. Хваля свою предстоящую консоль PlayStation 3 позже в этом месяце. Нифига себе. Отвечая на вопрос о необычной высокой цене PlayStation 3, высокопоставленное официальное лицо компании заявило. Люди станут больше работать, чтобы купить нашу консоль. Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что они хотят ее больше, чем что-либо еще. Кстати, хороший ход. Коммерческий такой. Мы не уверены, что игроки будут сильно разочарованы, так как до сих пор не объявлено ни одного крупного проекта для PlayStation 3. Должно пройти время, прежде чем разработчики смогут в полной мере воспользоваться всей мощью новой консоли. Понятно. У-у-у, рекордный новый комбо! Графика пошла на новый уровень у нас просто. Выпускаем игру. Расширенная стереоскопическая 3D. Ох ты. Так, это все в порядке. Ты что, в отпуск уже хочешь? Нет, не хочешь пока. Правильно. Ибо нефиг. Так, найти работу по контракту, я думаю, пока. Давайте посмотрим, где какая оплата. 64-4000, 24-30. Давайте возьмем где 64. Здесь нам нужно что? Больше на дизайн сесть. Ну, удобство исследования. Организовать детальное обучение по использованию инструментов. Отлично. Появились первые отзывы о нашей игре Fort Bravart. Ну, да. Да. Fort Bravart должна хорошо пойти. Мы все-таки заняли какую-то нишу на рынке игровом. Неплохо. В целом. Сегодня была выпущена новая игровая платформа PlaySystem 3 от Vony. Вот теперь наш ход. Теперь наш ход, друзья. Так, давай, 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 давай. Немножко остается времени вообще в обрез. Давайте, 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 давайте. Есть. Отлично успели. Нам стало известно, что игра Fort Bravart, недавно издана с Чучек Софт, заработала более 500 тысяч. Если бы это был музыкальный рекорд, то игре был бы присвоен статус Gold. Нифига себе. Вперед, Чучек Софт, к успеху. Босс, Чучек Софт выросла под нашим руководством. Я думаю, что настало время нашей компании переехать из технопарка в более достойные помещения. Окей. Я видел прекрасное место для нашей новой штаб-квартиры. Это, конечно, не дешево, но зато это позволит нам продолжать развиваться в новом офисе. Также есть дополнительное место под расширение. Вы хотите переехать? Нет, не сейчас. Извини, пожалуйста, но нет. Как раз то, что нам нужно. Контракт успешный. Мы перейдем 64 тысячи на ваш счет. Прекрасно. Миллион копий продадим? Продадим. Fort Bravart просто выносить будет сейчас в хламину. Так. Исследование. Давайте посмотрим, что еще есть. Объемный звук. Нет, не то. Развитие персонажа нужно исследовать. Так. 2D графика. Нифига себе. Виртуальная экономика. Простой язык тела. Звучка. 80 РП. Ничего себе. Все такое жирное. Динамическое окружение. Древо умений, блин. Давайте хоть что-нибудь сделаем. Так. Отлично. Платина. Продать 1 миллион копий игры без помощи издателя? Есть. Мы умеем. Нам стало известно, что игра Fort Bravart недавно из-за нас Щучка Софт заработала более 1 миллиона. Вперед, Щучка Софт. К успеху. Да. Стараемся. Щучка Софт сразу была поставлена так, как серьезная фирма. Компания. Кто хочет в отпуск? Кто хочет в отпуск? В отпуск кто хочет? Никто не хочет в отпуск. Так. Тогда создаем продолжение. А, нет, нет, нет. Вру, вру, вру. Создаем. Что ж такое? Создать свой движок. Так. Гудографика есть. Развитие персонажа. Динамическое окружение. Открытый мир. Ну, надо, надо, надо. Нам бы, нам бы, нам бы в небеса. Так. Так, создаем новый движок. Он будет называться. Успех Енджин. Успех Енджин. Лаки. Лаки. Двиг. Лаки Двиг 1. Создаем. Ну, заодно и исследование себе поправим. Пока у нас там Форд Бровард продается. Отлично. Причем нам вообще париться не стоит ни о чем. Новый игровой движок. Замечательно просто. Ну, надо же так взять и сделать. Так. Па-па-па-па-па. Англия 2208. Вот на нее я настроен сейчас. Ничего себе. Продажи игры Форд Бровард завершились. Продано 11 миллион 37 тысяч копий. Что принесло нам 14 миллионов. У-у-у. Хорошая подушка. Хороший плацдарм. Для дальнейшего развития. Для дальнейших разборок. Жанры игры и экшен очень популярны. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Немножко у меня осталось дописать движок свой новый. Через 2 месяца PlaySystem 2 будет убрано с рынка. Ну, давно пора. Хотя. Так. 21 год уже. 21 год. Фигачим мы, да? Все. Готов движок. Лайк Двиг. Так. Вот никто не хочет пока у нас, да? Все такие прям счастливые. Хорошо. Давайте делать тогда продолжение. Выбираем Англия. Так. Морфинг в морфине. Угу. Так. Может быть, все-таки Форд Бровард сделать? Нет. Давайте Англию сперва сделаем. Англию сделаем. Экшен РПГ. Средняя. Англия 2208. Приквел. А мы назовем это Приквел. Приквел. Ингланд. 1108. Так будет интересней. Так. PlaySystem 3. Угу. Мбокс 360. PlaySystem 2. PlaySystem 3. Как же быть-то? Давайте попробуем бомбануть на PlaySystem 3. Лаки Двиг. От 17 лет, да? Угу. Это хоррор-экшен РПГ. Да. Все верно. Для взрослых. Для взрослой аудитории. Поехали. Разрабатываем. Активненько. Так. Вы что спите-то? Улучшенные кат-сцены. Так. Что у нас? Развитие персонажей еще появилось. Да. Действительно. Так. Дизайн. Движок геймплей. История квеста. История квеста не так и важна, в принципе, Эрик Квайт. Так что... Движок здесь важен. Геймплей важен. А вот... История квеста будет у нас где-то вот так. Так. Ну что, давай ты на геймплей заседай тогда. История квеста у нас будет заниматься Хуанита. Так. Эрик Квайт. Дядька делает движок. Окей. Ну, дядька самый такой. А нет. Я вру. Эрик Квайт будет делать движок. А дядька будет делать геймплей. Так гораздо будет лучше. Миг Браш у нас пока спит. Отдыхает немножко. Ну ладно, поехали. Приквел. Сикл Приквел. Сегодня Грэппл известный своей роли в ранней ПК-индустрии. Более известный за своей портативной плеерей. GRPod анонсировал скорый выход мощного мобильного телефона. У него будет сенсорный экран и быстрый процессор. Да ладно ж. Интегрированная графика позволит запускать игры. И, похоже, это будет собственная платформа для разработки приложений. Это должен быть прекрасный девайс для мобильных игр. GR Phone появится в ближайшие месяцы. Да ладно, пускай. Появляется нам сейчас не до этого. Так. Большой стенд. Непожалеемый. Большого стенда. Еще и маркетинг спиндюрим сейчас. Малая компания. Большая компания. Два миллиона. Малая компания. Начать глобальную маркетинговую компанию, включающую рекламу журналов, демоверсию и интервью. Отлично. Малую компанию. Пока выберем для теста. Так. Здесь что есть? Новенькое динамическое окружение. Отлично. Вообще потрясающе. Так. Высокий интеллект нужен. Искусственный интеллект высокий обязательно нужен. Так. Дальше. Дизайн уровней. За дизайн у нас отвечает кто хорошо. Эрик Уайт. Вообще красавчик за дизайном. Но он, бедняга, уже весь заколебался. Так. Хорошо. Диалоги будет работать у нас Хуанита. Но она этим и занимается, в принципе. Здесь сделаем все. Ну, хоррор-экшн, диалоги, РПГ. Достаточно будет вот так вот, одной таблетки. Так. Ну да, давайте сделаем так. Ну, смотрим. Что у нас получится с приквелом? PlayStation 2 больше не выпускается на рынок. Вы выпускали игры три раза для этой платформы и заработали 17 миллионов. Неплохо. Очень даже неплохо я заработал на этой консоли. На играх для этой консоли, вернее, будет. Приквел. Так. Интересненько. Угу. Графика. Дизайн мира. Угу. Угу. Ты пойдешь на дизайн мира, видимо. Звук. Звук важен. Звук важен. Графика важна. Блин, все важно. Может, Хуаниту посадить? Во, я четко распределил все. Так. Отлично. Здесь есть все. Графика. Так, сделаем звук. Ну, как-то вот так. Все. Ажидаш 41. Ну, ничего так. 100 тысяч фанатов бы нам сделать. Было бы вообще прекрасно. Так, ну что, люди идут к нам? Что-то маловато, да? Очень мало людей идут к нам. Хотя. 510 тысяч. Ну, ничего так. Мы не попали в топ. 100 тысяч фанатов нам надо хотя бы набить. О, ажиотаж какой хороший. Ажиотаж потрясающий просто. Ажиотаж, ажиотаж. Ты могуч. Ты гоняешь ста и туч. Давайте баги фигачьте. Багов нереальное количество просто. Так. Добили. Давайте хоть добьем дизайн технологий немножко. По чуть-чуть. 235. Ажиотаж. Сохраняется пока. Тишина и покой есть. Так. 72. Технологии сделали. 97. Ну, конец. Хватит баловаться. Сегодня была выпущена новая игровая платформа GR Phone от Grapple. Ну, платформа уж игровая. Куда деваться? Хорошее управление. Прекрасное. Я, да, правильно распределил людей. Никто у нас был не напряжен. Доступно новое исследование. Игра в онлайне. Реалистичная погода. Оргистровый саундтрек. Блин. Босс. Щучка софт выросла под вашим руководством. Я думаю, что настало время нашей компании приехать из технопарка в болидационное помещение. Ну, давай, давай, переедем. Давай, давай. Пусть будет. Раз уж вы мне мозги парите. Ой, ё. Новый офис. Добро пожаловать в новую штаб-квартиру Щучка софт. Теперь у нас есть больше места, поэтому вы можете расширить свою команду. Новый офис находится недалеко от некоторых известных университетов, которые дают нам больше доступ к новым талантам. Это радует. Интересно. Хороший офис. Здравствуйте, Щучка софт. Нам стало известно, что вы недавно основали свою штаб-квартиру недалеко от нашего университета. Мы как раз собираемся начать специальный курс по созданию игр. Вы бы нам очень помогли, если бы преподали пару уроков нашим студентам. Окей. К сожалению, мы не можем предложить вам деньги, но мы полагаем, что обучая наших студентов, а замы, игровой индустрии, вы бы и сами набрались немало позитивного опыта. Гринхард университет. Окей. Доступны новые варианты тренинга. Так. Вот кто хочет в отпуск? Появились первые отзывы о нашей недавно выпущенной игре. Приквел Ингланд 1108. Ну, должна быть хорошей. Не прям шикарной, но хороший такой. Слабоват что-то остальные нам товарищи, да? Про эти в отпуск всех чертям. Так. Исследования. Нет, не исследования, какие исследования. Ух ты, этот новый офис просто прекрасен. Местоположение отлично. Я прогулялся вокруг здания, и у меня родилась классная идея. Почему бы нам не открыть свои собственные исследования и отделы разработки? Это может реально ускорить наше исследование и позволило бы нам атаковать крупными проектами и инновациям. Соглашусь, это не дешево, но я думаю, это позволит быть на ведущем инноватор в игровой индустрии. Окей. В любом случае, я провел некоторые исследования и думаю, что мы должны открыть лабораторию и нанять целую команду исследователей. Но прежде чем мы сможем сделать это, в нашей команде должен быть хотя бы один дизайн-специалист. Окей. Вы нуждаете специалист по разработке, чтобы открыть научно-исследовательскую лабораторию. Вы можете обучить кого-нибудь до специалистов, но опция доступна только когда они умеют определенный уровень мастерства дизайна. А также можете проводить по обучению специалистов по технологии, которые пригодятся для последующих вариантов. Ну, у нас Эрик Уайт, красавчик. Так. И Каламене. Курсы в игровой дизайн, курс программирования. Так, 30 РП. 65 РП. Обалдеть, конечно, здесь такие вещи. 30 РП, курс управления производством. Давайте попробуем тренинг. Я работник агентства по защите окружающей среды. И у меня есть предложение для вас. Сейчас ваша компания потребляет много электричества. Если бы вы установили солнечные батареи, вы могли бы уменьшить расход электричества и сэкономить деньги в конечном счете. Мы хотели бы проспонсировать 50% затрат, которые принесут свои инвестиции в 200 тысяч. Вы хотите их установить? Да. Отлично. Установить солнечные панели – это мудрое решение. Ну, правильно. Еще бы оно было не мудрым. Так, ну что там с отпуском? Разобрались? Ничего себе. Я видел некоторые фотографии вашего нового офиса. Отличное место. Я уверен, что дела у вас тут очень хорошо. Но если вам нужна подработка, у меня есть парочка крупных контрактов, на которых можно хорошо подзаработать. Джейсон. Вурхиз. Крупный контракт разблокированный. Спасибо. Так, ну что там? 500 тысяч хотя бы продадим. Копии продали. Так, тренировка. Угу. Чего? 100РП. В своем уме вообще. Статус голд. Конкуренты наблюдали, говоря очень ревнивый комментарий. Ну, естественно, мы что-то такие. Игровая индустрия. Давайте посмотрим, что у нас еще было в Форт Бровард. Вот Форт Бровард надо бы, кстати, сделать нам, видимо. Щучка софт недавно установила солнечные панели в офисах своих. В то время как индустрии видеоигр и программного обеспечения считаются одного из самых экологически чистых производств на земле, они едят много электричества. Поэтому установка солнечных панелей может значительно повлиять на ситуацию. Ну, понятно. Мы уж стараемся немножко так. Так, никто не хочет там в отпуск пока еще нет. Все нормально. А, кстати, что я сижу-то туплю? Давайте посмотрим. Генерация игрового отсчета для Форта Броварда. Форт Бровард, давай. Так. Ну же. Готово. Похоже, рынок снова нормализовался. Ясно. Маловато у нас очков исследований, но, надеюсь, сейчас мы это все поправим. Давай уж быстрее. Так, альтернативные истории и РПГ хорошо создаются. Это все хорошо. Комбинация истории и квесты кажется весьма. Истории и квесты. Истории и квесты. В плюсике у нас, да. Платформа с сочетательными жанрами стратегии. М-бокс плохо. М-бокс плохо. Занятно. М-бокс плохо. Тематика для всех. Тоже плюсик. Хорошо. У нас есть некоторые дополнительные идеи. Сам издатовский средний... Средняя игра дает большего эффекта, когда у нас больше 100 тысяч фанатов. Издатели могут у нас, кстати, привлечь больше игроков. Нет, это понятно. Давайте продолжим. Форвард Бровард. Форвард Бровард. Форвард. Я уже заговариваю, сижу. Платформа. Плассистем 3 мы сделаем. Мы сделаем ход конем. Будет называться она «Альтернативная история стратегии РПГ». Погружение в гиену. Пусть будет так. Поехали. Все у нас отдохнули после отпуска. Давайте фигачьте. Активно причем. Так, простые катсцены. Здесь все выставлено. Итак, истории, квесты. Вообще в хламину надо поднять. Дальше. Так. Так, так, так. Так. Геймплей. Движок. Ну, здесь мы распределим так, чтобы все было у нас просто четко. Очень. Да. Коль уж движок у нас такой продуктивный. Очень хороший. Так, наберем монет. Миллион копий. Было бы классно. Кстати. Надеюсь, что получится. Продано. 897 тысяч копий. Принесло он 9, почти 10 миллионов. Нормально. Так, далее. Угу. Так, погружение в гиену. Так, отлично. Сейчас будем смотреть. Так, 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 так. Эрик Уайт. Эрик Уайт у нас по дизайну очень хороший, да, товарищ? Все-таки. Искусственный интеллект, диалоги. Ну, диалоги здесь, в принципе, не важны так-то особо, да? Так, дизайн уровней. Искусственный интеллект. Неплохо. Сделаем так. Поехали. 18 миллионов пока есть. Пока. Ой, беда, беда, беда. Я не знаю сейчас, что будет с погружением в гиену, но, видимо, мы на этом серии закончим, как обычно, на самом интересном месте. Куда же без этого-то? Мы любим такие фишечки. Так, графика. Угу. Звук такой должен быть средненький. График повыше поднимем. Так, по дизайну Эрик Уайт что у нас делать? Ни черта он не делает у нас Эрик Уайт. Давай-ка Эрик Уайт единый дизайн. Как-то. Как-то единый дизайн. Так, по графике у нас кто работает? По графике работать должен вообще, по идее, дядька, наверное. А ты идешь на звук. Хуани-то. Так. Дизайн мира Эрик Уайт. Ну, блин, тут прям баталия какая-то, смотрите. Ладно, попробуем как-то так сделать. Рискнем. Пофиг. Поехали. Кто не рискует, тот не кушает икру красную. Отличненько. Баги. Дофигища багов. Просто в хламину. Вы что там с ума сходите, что ли? Богометы. Не надо так делать. Чините, давайте. Маркетинг еще проведу. Сейчас журналы демоверсии скину. Давайте, давайте, чините, чините все это дело. Очень много багов. Уйма просто. Давайте. Налегаем немножко на дизайн, на технологии. Еще? Будет еще что-нибудь? Будет. Так, остальные товарищи, давайте по три монитора сидите. 73. Да, два бага. Классно, залепили. Все, хорош. Ажиотаж падает, пора. Пора уже продавать игрульку, выпустить игру. Все, отдыхаем. 67. Первые отзывы. Погружение в гиену. Ой, плохо. Ой, плохо. Скучно. Ой, плохо. Постоя трата времени. Ой, как все ужасно. Ни рыба, ни мясо. Ну, что поделать. Ну, средний сиквел. Блин, я же сиквел сделал, да? Ну, ладно. На этом я с вами попрощаюсь. До новых встреч, друзья. Взлеты и падения только у нас, только сейчас и только в следующий раз. Все, до свидания, друзья. Это был GameDevTycoon и Щучка Софт. Нет уж, средний стенд. Все, до свидания. Продолжение следует...